Мы приветствуем вас на канале Кипряда и Стейтс. Сегодня мы вам покажем уютную трехспальную виллу на продажу в английском стиле, которая расположена в Буазе. Она находится в небольшом поселке из вилл такого же типа. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что это вилла с прекрасным ландшафтным дизайном. Здесь есть помимо бугенвилей и роз, фруктовые деревья и кустарники. Между прочим, чтобы добиться такого ухоженного сада, нужно потратить несколько лет с регулярным уходом. Плюс посчитайте, что у вас уже все это включено. Стоимость одной маленькой бугенвилей, например, составляет 40 лир за деревце. А здесь у вас уже огромный куст. Внутри виллы очень светло и просторно. Ее общая закрытая площадь составляет 164 квадратных метра. А площадь первого этажа это 88 квадратных метров. Плюс она полностью меблирована, поэтому вам не придется покупать ничего дополнительно. Все продумано до мельчайших деталей. Кухня оборудована по последним стандартам вместе с гранитной столешницей. Как видите, раковина двойная, что очень будет удобно для каждой хозяйки. Плета здесь на газу, как практически везде на Кипре. Вам нужно будет только менять газовый баллон где-то раз в 4 месяца. В кухне есть отдельная дверь, ведущая на внутренний двор. Данный дом идеально подойдет для постоянного проживания, так как здесь есть уже встроенная система центрального отопления на газу. И зимой в дождливые дни вы сможете быть уверены, что дома у вас будет сухо, тепло и комфортно. Плюс вы всегда сможете разжечь камин. Кухня, кстати, немного отделена от гостиной, что очень практично. В каждой комнате уже установлен кондиционер, включая салон. А между прочим, стоимость одного кондиционера сейчас составляет около 3500 лир, а это где-то 515 долларов. То есть, считайте, 2000 долларов вы экономите за счет того, что кондиционеры уже установлены. По всему периметру дома установлены жалюзи, поэтому вы можете контролировать количество солнечного света, которое вы хотите, чтобы поступало в дом. Плюс сами окна здесь двойные стеклопакеты. Для нагрева теплой воды в вилле уже установлены солнечные панели, которые расположены на крыше дома. Ну а если вдруг в какой-то зимний день солнышка не было, то вы сможете воспользоваться бойлером для нагрева воды. Данная вилла идеально подойдет как и для летнего отдыха, так и для постоянного проживания. Кстати, такие варианты очень популярны для сдачи в аренду летом туристам. За счет своего расположения вилла ежегодно растет в цене и увеличивает доход своему владельцу. При входе в виллу вы попадете в небольшую прихожую, в которой уже установлен встроенный шкаф. Между прочим, стоимость такого шкафа составляет как минимум 500 долларов. Здесь вы можете повесить свою одежду и обувь. На первом этаже также расположен гостевой туалет, чтобы гостям не приходилось пользоваться семейной ванной комнатой, которая расположена на втором этаже. А под лестницей находится небольшое место, которое можно использовать под кладовку. Ну а теперь давайте прогуляемся на второй этаж. Его площадь составляет 71 квадратный метр, включая балкон в 11 квадратных метров. На втором этаже расположены три спальни, а также семейная ванная. Каждая спальня полностью меблирована. В хозяйской спальне двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, туалетный столик, кондиционер и различные аксессуары для создания уюта. Особенностью планировки данной виллы является то, что здесь есть отдельный санузел в хозяйской спальне, а также своя гардеробная. Посмотрите, ну разве это не мечта каждой женщины? Из хозяйской спальни есть выход на просторный балкон, с которого открывается вид на море. Как видите, море находится в шаговой доступности. А пляж есть как оборудованный, так и дикий. А вот и основная ванная комната. Обратите внимание, что здесь уже включен шкафчик под раковиной, сама ванная, шторка для ванны, зеркало и туалет. Ну и, конечно же, батарея от центрального отопления, на которой вы сможете сушить полотенце в зимнее время. Рядом с ванной комнатой расположена вторая спальня, которая оформлена в бледно-зеленых тонах. Вы можете использовать ее как кабинет, или как вторую гостиную для второго этажа. И, наконец, третья спальня с большим встроенным шкафом. Всего в данном поселке есть 31 вилла. Притом, каждая из них со своим участком в 7 соток. Посмотрите на сад. Он великолепен. Фруктовые деревья и кустарники, розовые кусты, пихтовые деревья создают неповторимую атмосферу комфорта и уюта. С двух сторон дома есть отдельные террасы для комфортного отдыха в летний зной под сенью деревьев. А густая тенистая аллея с внутренней стороны двора является не только живописным элементом данного сада, но и своеобразной живой изгородью, предохраняющей от назойливого взгляда соседа. Хотя соседи здесь очень деликатные и добродушные. Англичане, киприоты, русские, украинцы и казахи живут в этом поселке одной большой дружной семьей. Кроме того, сад оснащен автоматической системой полива воды и большим количеством разноцветных фонариков, работающих за счет солнечной энергии и превращающей любой вечер в сказку из детства. Пешеходные дорожки из тротуарной плитки причудливо извиваются между деревьями и не позволяют сорнякам заполнить пространство сада с такой любовью, созданная хозяевами дома. Территория сада поистине велика и при желании вы без труда сможете дополнить ее бассейном для своей семьи и возможностью наслаждаться полноценным отдыхом, не выходя за пределы дома. Территория полного комфорта и расслабляющей неги вам обеспечена. Легкое вино, мангал под тенью деревьев, убаюкивающие трели птиц, головокружительный аромат цветов, легкий шум прибоя и освежающий бриз. Это все ожидает вас в этом замечательном саду в вилле, расположившейся практически на первой береговой линии. Уединиться на террасе во внутреннем дворике или покататься на качеле в центре сада это ваш выбор и ваши дети будут просто в восторге от возможности порезвиться и весело провести время рядом с домом. Кстати, на территории участка есть своя подъездная дорожка для парковки автомобиля. А если к вам приедет большое количество гостей, то они смогут припарковаться вдоль дороги. Данная зона очень привлекательна для инвестирования и застраивается все больше с каждым годом. Но так как вилла расположена практически у самого моря, то вам никто и никогда не сможет закрыть обзор. А инфраструктура района будет только расширяться, повышая ликвидность данного объекта недвижимости. Буаз вообще считается рыбацкой деревушкой, так как у нее есть небольшая гавань. Вы даже сможете договориться с местными рыбаками, чтобы они свозили вас на морскую рыбалку. Всего в пяти минутах на машине вы сможете добраться до города Искеле, где есть вся необходимая инфраструктура, начиная от детских садов и школ и заканчивая банками и аптеками. Вы бы хотели жить в таком доме или предпочитаете апартаменты? Пишите свои ответы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!